Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразно, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире Радио Атинати в понедельник, среду и пятницу в 16.16. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта Радио Атинати. Сегодня в рубрике «Культурное наследие и традиция» мы говорим о поэзии Габриэла Джабушанури. Я вам напомню, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radio.atinati.g и посмотреть одноименную страницу в фейсбук. Веду передачу «Я, Майя Питли». Сегодня у нас несколько респондентов, с которыми мы сможем поговорить о Габриэле Джабушанури. И в том числе брат поэта был у нас на связи, и нам удалось его записать. Буквально через несколько минут мы услышим мнение об этом человеке и отрывки из его поэзии. Личность и гуманиста, 17 лет прожившего в Ингушетии, во время пребывания там в 1944-1962 годах он создал цикл поэтических произведений, который называется «О пасмурное небо Гелго», в котором воспевает высоконравственную культуру, честь, достоинство кистов и ингушетов и оживляет картины прошлого. Точки соприкосновения. С нами сегодня будет говорить Мираб Чухуа, директор Черкесского центра. Мираб Чухуа у нас на связи, на телефонной связи, подключается к нам из Тбилиси, и сейчас мы можем с ним поговорить об этом. Здравствуйте, Батно Мираб. Приветствую, Майя. Это выдающаяся личность трагической судьбы человека, который создал новое слово в грузинской поэзии. И плюс к тому очень важен момент, что этот человек в это же время является и великим гражданином не только Грузии, но и всего Кавказа. Я могу сказать, что он один из первых кавказцев, который посвятил всю свою поэзию и плюс к тому свою трагедию кавказских народов. У нас уникальная возможность поговорить с братом Габриэла Джабушанури, который в Тбилиси находится в связи с мероприятием и столетним юбилеем, и презентацией фильма, и также книги Гейла Джабушанури. И он на связи у нас, мы постараемся сейчас с ним пообщаться. Я бы хотела, чтобы вы оценили мероприятие. Ватно Гейла, приветствую вас в эфире нашего радио. То, что в Грузии литература вот в таком состоянии, в плачевном состоянии. Вы вот хорошо помните своего брата, свое детство? Я в 6 лет остался совершенно в сфературе, и он меня растил. С 70-го года. Конечно, хорошо помню. Сами пишите стихи? Ну, пишу. Для хэнсурсии. Ну, каждый хэнсурс в душе поэта. Он обязательно будет писать. Может, никому не скажет, но для себя будет писать. Замечательно. А вот что у вас сохранилось из рукописи брата? Есть что-то такое, что лично у вас хранится? Что писал Габриэл? Да нет, я тогда в армии был. Когда он скончал, его жена Сара в музей сдала все рукописи. В музей находится абсолютно все. Но мы уже знаем, что появился новый сборник Габриэла Джабушанури. К радости его поклонников. Мы тоже будем рады ознакомиться с этим сборником. И также сделан фильм, который сняла Мария Амбежиташвили. Она автор сценария, она режиссер. И она, так сказать, помогала нам в организации этой передачи. Помогла с материалами. Огромное ей за это спасибо. Вы смотрели этот фильм? Вы сможете его оценить уже? Молода, но способна оказалась. Это сложный фильм она сняла. Молодчина она. Точки соприкосновения. Нам удалось заполучить интервью из Сокудзоев, писатель, общественный деятель ингушский писателям. Это интервью из фильма, который сделала Мария Амбежиташвили. Это авторский проект ингушского писателя Гелани Халова и также Мария Амбежиташвили. Она любезно предоставила, так сказать, все возможности использовать материал свой. И вот у нас сейчас есть возможность послушать оценки творчества Габрила Джабушанури. Как его оценивает Исаак Удзоев, что он думает о нем как о поэте и как о личности? Он был очень талантливый человек, и я вижу. Между прочим, фабулу и завязка его поэмы настолько своеобразны. Такие вещи в глубокой древности мог делать только великий Шатар Уставели, не превзойденный никем, и его никогда не превзойдут, например. Чтобы представить мужество и, не знаю, как это назвать, даже гражданский героизм поэта, мы также предлагаем отрывок из его антисталинского стихотворения, который писался в 50-е годы. Читают в фильме на грузинском, но есть русский перевод, так что можно сейчас послушать и представить всю ситуацию. Ты погрузил мир в траур, затмил солнце тучами дегтярными. Ты вверг в рабство народа, лишил их права свободно мыслить. Ты порождение злейшего демона, коншунствуешь бесстыдно, безгранично, своевольно. Ты святейшие храмы Господни превратил в конюшни. Габриэлу Джабушанури, поэту личности и гуманисту. Я надеюсь, что мы сегодня сказали хоть одно слово, которое позволило бы нашим слушателям услышать об этом кому-то впервые, а кому-то не впервые. И я надеюсь, мы сможем в дальнейшем ознакомиться и со сборником, и стихами Габриэла Джабушанури. Я хочу поблагодарить всех участников нашей сегодняшней передачи. Точки соприкосновения Наша передача подошла к концу. Вы слушали точки соприкосновения, которые выходят в эфир в рамках проекта «Радио Атинати». Мы сегодня говорили о поэзии Габриэла Джабушанури. Я напомню, что нас можно услышать по интернету, по адресу www.radioatenati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Вела передачу Майя Пипия. Всего доброго. Мы ищем точки соприкосновения. На пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное. Далекое и близкое. Понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие. Что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире «Радио Атинати». В понедельник, среду и пятницу. 16.16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова